Наш следующий сюжет подготовлен совместно со службой государственной безопасности. С конкретными фактами пресечения оборота наркотических средств наш материал. Употребление наркотических средств и незаконная торговля ими создает большую угрозу обществу, в целом человечеству. Органами правопорядка Узбекистана принимаются решительные меры по борьбе с ввозом и распространением на территории нашей страны данной угрозы. В частности, военнослужащими пограничных войск СГБ было обнаружено 892,5 грамма гашиша, переброшенной с таджикской стороны через узбекско-таджирскую государственную границу, проходящую по территории Махалинск-Пасхода Крашен-Сайхун, города Бекабад, Ташкентской области. В настоящее время принимаются необходимые меры по выявлению владельца этих наркотических средств. Также во время оперативного мероприятия, проведенного управлением СГБ по Харизмской области, совместно с областными органами правопорядка на посту ДПС Аремой в Тупрокалинском районе, была осмотрена в присутствии понятых автомашины марки «Малибу» под управлением уроженца Харизма Цаи Сергея Дементьевича, 1978 года рождения, двигавшегося в направлении Самаркан-Тургенч. В результате в люке авто были обнаружены обмотанные скотчем 3 целлофановых пакета с 336 граммами опия. Выяснилось, что Цаи Сергея Дементьевич купил эти наркотики в Самарканской области у некого Алишера за 2300 долларов США и 35 миллионов 500 тысяч сумм в целях дальнейшей реализации. Кроме того, на посту ДПС Аремой был остановлен и проверен грузовой автомобиль марки «Исузу», двигавшийся в направлении Ташкент-Ургенч. В результате у пассажира авто Рахимова Йоркенбека Аминовича, уроженца Харизма 1972 года рождения, обнаружено и в процессуальном порядке изъято 185,49 граммов опия. Как выяснилось, Рахимов, сговорившись со своим знакомым по имени Кудрат, купил у некого Мадьора примерно 600 грамм опия за 6800 долларов США. Из них около 400 грамм он оставил Кудрату, а остальную часть перевозил в Харизмскую область для реализации. И еще один случай также зафиксирован на посту ДПС Аремой. При осмотре автомашины марки «Хюндай» под управлением уроженца Харизма Юсупова Хамеджона Бабачановича 1973 года рождения, двигавшегося в направлении Ташкент-Ургенч, находившемся в багажнике авто, сумки с ноутбуком обнаружено и процессуально оформлено в присутствии понятых 133,35 граммов опия. Юсупов заявил, что купил 150 грамм опия у своего знакомого по имени Абдували на территории Дехканского рынка Фархот, города Ташкента, за 19 миллионов 500 тысяч сумм, а также то, что небольшую часть из наркотиков он употребил сам, а остальную часть перевозил в Харизмскую область для реализации. Аналогичный случай выявлен и в Бухарской области. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Бухарской области, совместно с представителями областного таможенного управления, при осмотре кожаной сумки у рашенца Антижанской области Абдупаттаева Фазлядина Мамаджановича 1980 года рождения, приехавшего из города Ташкента в один из козничьих цехов, расположенных в Бухарской области, было обнаружено 173,15 фото граммов гашиша. Кроме того, при обыске, проведенном на основе полученных оперативных данных по месту временного проживания Фазлядина Абдупаттаева в городе Ташкенте, в кармане его куртки обнаружены и оформлены в процессуальном порядке в присутствии понятых 220 граммов гашиша. Следующий случай зафиксирован в столице. Уроженец в Рахандаринской области Раимов Срочезин Мустафакулович 1980 года рождения был задержан в Челандзарском районе в момент реализации Ибрагима Вуршавка Атуатхамовича 1974 года рождения 100 граммов гашиша. Кроме того, в качестве вещественных доказательств у него было изято также 1550 долларов США и 2 миллиона сумм. При обыске квартиры Срочезина Раимова в Челандзарском районе обнаружено еще 195 граммов гашиша, принадлежавшие уроженцам Сурхандари Ибрагимову Адылу Наркуловичу 1976 года рождения и Рузиеву Абдулазизу Трудалиевичу 1987 года рождения. В настоящее время по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.